Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Дал старт серийному производству продукции медуниверситета и оценил подготовку нового корпуса детской инфекционной больницы. В Самарском регионе с визитом побывал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Прогуляться, заняться спортом, отдохнуть всей семьей. В Самаре на Ташкентской недалеко от больницы Середавина появился новый сквер. Увидеть привычное под новым ракурсом. В галерее новое пространство открылась выставка «Самарский взгляд». В Самарском регионе с визитом побывал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он оценил уникальные разработки, цифровые решения Самарского государственного медицинского университета и научно-исследовательский потенциал вуза. Развитие инновационной деятельности является одним из ключевых направлений медицинского университета. Здесь выстроена многоуровневая инфраструктура, которая включает в себя Центр прорывных исследований, IT-медицина и научно-производственный инжиниринговый центр, где команды из врачей, IT-специалистов, инженеров ведут разработку продуктов для цифрового здравоохранения и медицинского образования. Более 25 научных проектов уже реализованы благодаря индустриальным партнерам, в том числе более 30 корпораций и компаний, как государственных, так и частных. Кроме того, вуз является активным участником научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Также министр здравоохранения России и глава региона проинспектировали строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы на 100 мест. Михаил Мурашко остался доволен увиденным. Министр отметил скорость возведения объекта. Его готовность на сегодняшний день составляет более 80%. В строящемся корпусе ведутся работы по подключению коммунальных сетей, частовой отделки и благоустройству территории. Запланирована поставка мебели и медицинского оборудования. Очень важно соблюдение сроков. И в этом, конечно же, ответственность каждого губернатора, кто получает дополнительное федеральное софинансирование. И вот здесь я хотел бы сказать слова благодарности, потому что объект сдается с опережением графика. Мы видим, что с высоким качеством идут работы. Сейчас уже идут подготовительные работы для приемки законтрактованного оборудования. Эти новые, уже вот этот инфекционный стационар для детей, он уже сделан с учетом опыта и ковид-инфекции. Колоссальный шаг вперед сделала система регионального здравоохранения. И во многом это стало возможно благодаря идеям, которые разрабатывали здесь, в Самарской области. Михаил Бедович Мурашко. Именно здесь, на Самарской земле, когда-то он инициировал разработку программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая потом стала программой федеральной. И вот тот масштаб изменений, который происходит сегодня по всей стране, конечно, это благодаря в первую очередь этому мощному драйверу Министерству здравоохранения, поддержке, которую Михаил Бедович оказывает регионам. На самарском предприятии ОДК «Кузнецов» на этой неделе запустили три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием. В их строительство инвестировали более 4 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок. В церемонии открытия корпусов участвовали почетные гости, среди которых Владимир Артиков, первый заместитель генерального директора Ростеха, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробнее Андрей Каргулянко. Новый гимн на предприятии ОДК «Кузнецов» сочинили сразу к нескольким знаменательным событиям. В этом году производство исполнилось 110 лет, и оно продолжает развиваться. Открылись сразу три новых корпуса. В их хорошем техническом оснащении убедились первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артиков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор ОДК Александр Артюхов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Считаю, что на самом деле благодаря тем людям, которые в то время здесь работали, и сохранилась преемственность и, собственно говоря, компетенции, которые сегодня и сейчас крайне востребованы нашей страной. Президент отметил ваш труд, ваш вклад в развитие не только обороноспособности страны, но и экономики. Считаю это заслуженно. И поздравляю вас с этим замечательным праздником. Считаю, что у вас все еще впереди. Вас еще будут неоднократно поздравлять в будущем. Спасибо. Сегодня, конечно, предприятие иное. Сегодня предприятие по праву, на мой взгляд, можно сказать, переживает второе рождение. И абсолютно справедливо была отмечена роль руководителя Алексея Алексеевича Соболева. Это, конечно, еще одна точка роста для всей губернии. Уважаемые коллеги, уважаемые трудожники предприятия, наши уважаемые и надежные партнеры, я всех от души поздравляю с юбилеем. Новый участок инструментального производства площадью почти 2500 квадратных метров будет выпускать оснастку инструменты, предназначенные для сборки деталей и узлов ряда индустриальных двигателей. В корпусе сварки разместились 9 участков, позволяющих вести пайку, сварку и нанесение защитных покрытий. В технологическую цепочку здесь встроена и установка 3D-печати. А вторая очередь корпуса компрессора включает в себя участки для механической обработки деталей компрессора, плазменного и детонационного напыления и контроля качества деталей. Я хотел бы поблагодарить весь коллектив, потому что понятно, что это наши совместные усилия по преобразованию завода. И сегодня мы уже, как я сказал, можем гордиться немножко настоящим, но самое главное, что у нас еще с вами очень прекрасное будущее, над которым мы работаем и реализацию которого приближаем. Также к 110-летию предприятий приурочили и вручение федеральных и региональных наград. Медалями и грамотами отметили несколько десятков сотрудников, которые особо успешно выполнили поставленные задачи. В наше время надо уже двигаться вперед и на основании того задела, которое создали наши предшественники, создавать новую современную конкурентоспособную технику, которая будет соответствовать лучшим мировым образцам. На предприятии на достигнутом не останавливаются. На разных стадиях уже ведется строительство новых корпусов, а также производится модернизация и оптимизация уже действующих цехов для повышения производительности и безопасности своих сотрудников. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Укрепить уже сложившееся сотрудничество и наладить новые связи. На этой неделе в областном центре побывала делегация на Манганской области Республики Узбекистан во главе с Хакимом Шавкатом Абдуразаковым. Главы регионов обсудили перспективы дальнейшей совместной работы и побывали в Самарском агропарке. Там организовали выставку узбекской продукции. От овощей и фруктов до товаров легкой промышленности. Все это производят и поставляют в разные точки мира предприятия на Манганской области. Михаил Ермоленко знает детали. За несколько лет семейный бизнес Хабибулы Ахмедова вырос в небольшое предприятие. Специалисты производят сублимированную продукцию. Из ягод, овощей и фруктов удаляют влагу с помощью вакуума. Масса продукта уменьшается практически в 10 раз, а витамины сохраняются. Хабибулы Ахмедов говорит, пора расширять рынок сбыта. Хочу, чтобы вот этот свой продукт не только показать, хочу, чтобы нормальный партнер найти себя, чтобы работать. В дальнейшем 12 месяцев мы можем обеспечить всяких вот этих продуктов. На нескольких стендах агропарка делегация из Узбекистана представила жителям региона свою продукцию, которую производят на предприятиях на Манганской области. Это сухофрукты, соленья, соки, трикотаж, обувь, постельные принадлежности, пряжа и ковры. Конечно, вот эти дары солнца благословенной узбекской земли, я уверен, в такую ненастную, что уж там говорит, погоду порадуют наших земляков, жителей Самарской области, которые придут сегодня сюда и в последующие дни, и, наверное, станут немного счастливее. Потому что в каждом фрукте, который здесь представлено, есть частичка тепла Узбекской республики. Более 70 бизнесменов представляют около 400 видов продукции, произведенных на Манганской области. Уже вчера мы провели, наши предприниматели провели битуби-встречи, и нам доложили более 75 миллионов долларов, а не обоюдные договора на экспортные и импортные. На Манганской области – один из крупнейших центров текстильной промышленности Узбекистана, место запуска современных производств. Там организованы свободные экономические зоны, работают десятки совместных предприятий с участием инвесторов из различных стран. Компании двух регионов договорились о работе по вопросам экспорта и импорта, а жители региона получили возможность приобрести свежую продукцию, которую не производят в Самарской области. Выставка продажа продлится до 16 ноября. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с руководителями ресурсоснабжающих организаций. В этом году отопительный сезон стартовал 27 сентября. За две недели теплом были обеспечены более 10 тысяч многоквартирных домов. Вопрос с подачей отопления контролировался в круглосуточном режиме администрации города. Аварийные ситуации, связанные со вскрытием теплосетей, решались адресно. Несмотря на то, что в городе еще остаются локации, на которых идут работы по восстановлению подъемных теплоносителей, более 5 тысяч объектов уже готовы к работе, а прилегающие территории благоустроены. Глава города распорядилась не затягивать с восстановлением оставшихся вскрытий. Территории у домов, вблизи которых идут работы по обновлению теплотрасс, должны быть приведены в порядок, а обращения жителей города, связанные со вскрытиями, должны отрабатываться в кратчайшие сроки. Прогуляться с комфортом, отдохнуть всей семьей и заняться спортом. В Самаре появился новый сквер на Ташкентской, 170, недалеко от больницы Середавина. Как содержит новое общественное пространство, проверила глава города Елена Лапушкина. Обо всем подробнее расскажем в сюжете. Еще пару лет назад здесь стояли гаражи, а теперь новые лавочки и игровые комплексы. Все потому, что жители Кировского района решили изменить облик бульвара на Ташкентской, взяли инициативу в свои руки и приняли участие в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. В прошлом году территория будущего сквера заняла второе место в рейтинговом голосовании. Благоустройство этого пространства поддержали 25 тысяч жителей. Как подрядчики выполняют свои обязательства, контролирует власти города. У главы Самары Елены Лапушкиной каждый такой объект на особом контроле. Да, сейчас это общественная территория города, очень востребованная территория. Здесь новый детский садик у нас совсем недалеко, здесь недалеко школа, здесь, ну, вы видите, какой массив домов, больницы Середаевна. Поэтому, конечно, хотелось навести красоту и здесь, и, к счастью, люди проголосовали. Поэтому, вот, потихонечку прихорашивайтесь. Комплекс на сквер начали благоустраивать в мае этого года. К сентябрю общественное пространство было полностью готово. На данном объекте были произведены санитарные обрезки деревьев, корчевка аварийных деревьев, устроено плиточное мощение, газоны с системой автоматического автополива, установлены мафы, детский комплекс, складром, воркаут-площадка, устроено освещение. Как отметил подрядчик, сквер и логистически выстроен правильно. По обеим сторонам – пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, а напротив – крупнейшая клиническая больница, куда приезжают жители со всей области. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Продлевать сроки выдачи льготной ипотеки под 7% на квартирах в новостройках Минфин не собирается. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он также отметил, что ведомство не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья. Напомним, снижение ставки с 9 до 7% в стране вводили с июня этого года по поручению президента. Почти 273 тысячи жалоб поступило за три года в 6-й Кассационный суд общей юрисдикции. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной 10-му Всероссийскому съезду судей и подведению итогов деятельности суда за последние три года. 6-й Кассационный суд – крупнейший среди созданных в России, осуществляющий пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением в 22 миллиона человек. Об итогах работы Кассационного суда и планах на будущее – репортаж Ольги Павловой. 24 этажа с подземным паркингом и площадью свыше 36 тысяч квадратных метров. 28 ноября 2019 года в Самаре открылся 6-й Кассационный суд. В здании было спроектировано более 40 систем жизнеобеспечения, реализована надежная и защищенная IT-инфраструктура, установлена система электронной очереди и современная система безопасности. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали подъемники и тактильные элементы навигации. За три года работы в Кассационный суд общей юрисдикции поступило свыше 273 тысяч жалоб. Если за три месяца 2019 года, когда мы начали работу, к нам поступило 10 с лишним тысяч жалоб и представлений, в 2020 году поступило почти 59 тысяч жалоб и представлений, в 2021 году свыше 60 тысяч. Крупнейший в России 6-й Кассационный суд занимается пересмотром судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением в 22 миллиона человек. В их числе Башкортостан, Мариэл, Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики, а также Самарская, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. За три года здание суда посетили свыше 57 тысяч человек. В судебную коллегию только лишь по гражданским делам поступило 80 тысяч 690 кассационных жалоб. Самое большое количество жалоб поступило из республики Башкортостан 23%, из республики Татарстан 22% и из Самарской области около 18% от числа поступивших жалоб. С кассационными жалобами обращаются дольщики за восстановлением своих нарушенных прав относительно качества предоставленных им квартир. И в последнее время в связи с введением института, уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, увеличились дела, связанные по спорам о исполнении закона о обязательном страховании гражданской ответственности. Итоги деятельности за три года в 6-м кассационном суде подвели накануне 10-го Всероссийского съезда судей, который пройдет с 28 ноября по 1 декабря этого года. В нем примут участие более 800 делегатов. Участники обсудят актуальные вопросы деятельности судебной системы, определят пути ее развития на ближайшие годы и сформируют новые составы федеральных органов судейского сообщества. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Под надежной охраной в микрорайоне Новая Самара появился опорный пункт полиции. Его разместили в одном из жилых домов в первом квартале. На торжественном открытии побывали заместитель областного главка полиции генерал-майор Юрий Сафронов, полковник полиции Дмитрий Урюпин, глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. По какому графику будут работать участковые и с какими вопросами можно обратиться в опорный пункт узнаем далее. По-настоящему торжественный момент, которого жители микрорайона особенно ждали. Теперь жители Новой Самары под надежной охраной. Первый опорный пункт полиции открыт 17 ноября, в день образования службы участковых и полномочных полиции. Не надо искать ни телефон, ни ехать в райотдел, куда-то там территориальный орган отдаленный, а здесь на микрорайоне подойти и обратиться с своими проблемами, с теми заявлениями, сообщениями, которые будут в свое время приняты, зарегистрированы и рассмотрены. Опорный пункт полиции разместили в одном из жилых домов в первом квартале микрорайона, в шаговой доступности от населения. Помещение отремонтировали и оборудовали по всем современным стандартам. На входе установили пандусы для удобства маломобильных граждан. Работать в опорном пункте будут участковые посменно, до 10 часов вечера. Кроме того, во вторник, четверг и субботу здесь будут проводить прием граждан. Обеспечение непосредственной безопасности ложится на наши плечи. И чем мы ближе находимся к людям, тем адекватнее и быстрее окажется наша реакция на безопасность. Планируется, что в будущем в микрорайоне Новая Самара будут проживать до 25 тысяч жителей. Исходя из этого, развитию инфраструктуры, строительства дошкольных, общеобразовательных учреждений и объектов социальной сферы в администрации Самары уделяют особое внимание. В 2018 году здесь открылся детский сад, а в 2021 в эксплуатацию была сдана школа, которая в том же году приняла своих первых учеников. Опорный пункт полиции стал первым в микрорайоне. Было многократное обращение граждан по поводу организации пункта полиции, который будет непосредственно в близости от жилья, чтобы любой гражданин имел возможность в кратчайшие сроки обратиться в свои проблемы в пункт полиции. Он очень важен как и для работы администрации, так и для населения, потому что участковый выполномоченный, конечно, должен иметь наикратчайшую связь с людьми. Свои первые вопросы жители микрорайона Новая Самара начали задавать сразу же после открытия опорного пункта. Один из жителей обратился с просьбой установить дорожные знаки вблизи детской площадки. В решении этого вопроса полицейские пообещали помочь. Ведь о безопасности самых маленьких жителей города нужно думать в первую очередь. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. О вреде наркотиков рассказали детям полицейские. Вместе с представителями ДНД они встретились с учащимися образовательных организаций областного центра. Полицейские предупредили ребят об административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Вместе они обсудили, куда обращаться и что делать, если стала известна информация о фактах хранения и распространения запрещенных веществ. А старшеклассников полицейские пригласили вступить в ряды дружинников и провели профориентацию. Рассказали о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, о льготах и социальных гарантиях сотрудников. Приближаются новогодние праздники. В Самаре специалисты профильного предприятия начали установку иллюминации. Развешивают гирлянды, монтируют конструкции, проверяют работоспособность оборудования после хранения. Первой работы зафиксировала наша съемочная группа. Возле здания Самарского филиала Третьяковской галереи и сада «Баланса» специалисты Самара Горсвет устанавливают искусственную елку с новогодней иллюминацией. Здесь пока первая стадия работ. Монтируют бетонный фундамент елки, которая, как и в прошлом году, будет искусственной. Диаметр в нижней части конструкции около 6 метров, высота елки 16 метров. Подготовят каркас, соединят опорные элементы и в течение нескольких дней корпус под елку полностью соберут. После монтажная бригада будет крепить елочные ветки, которые выглядят как гирлянды с подсветкой. Уже приступили к монтажу различных светодинамических конструкций. Монтажные бригады параллельно занимаются сборкой деревянных постаментов, на которых потом разместят конструктив световых фонтанов. Их будет 12, включая самый большой светодинамический фонтан на склоне у площади Славы и Волжского проспекта. Объект уже взят в работу. Начался монтаж металлоконструкций, на которых засияют световые элементы. Поскольку это самая масштабная иллюминационная композиция из имеющихся, на ее сборку идет больше всего времени, в зависимости от погодных условий от трех недель до месяца. Сложности здесь, как и на вертолетной площадке, объясняются еще и тем, что большинство элементов приходится доставлять вручную, поскольку техника на склоны не проедет. Праздничный декор появится во всех районах города. Вообще иллюминация всевозможных гирляндов, объемно-пространственные композиции, фигуры размещаем во всех районах города, начиная от Кубовского района, ну и заканчивая поселком Прибрежный. Специалисты начали также украшать деревья. Первыми стали растения на проспекте Ленина. 50 стволов уже в светодиодных гирляндах. Всего по городу украсят более 600 деревьев. Кроме того, в сквере Фадеева на опорах освещения уже появились фигурные композиции в формате консолей. Жители города уверены, что это добавит хорошего настроения. Немножко, да, я думаю. Во всяком случае у меня, да. Праздник хороший. Просто время сейчас такое, а праздник хороший. Подчеркнем, что в этом году новое световое оборудование приобретать не будут. Принято решение, что в этом году мы работаем с тем, что у нас есть. Отдельных дополнительных трат на закупку нового оборудования по иллюминации мы не планируем. Участки улично-дорожной сети и общественные пространства украсят в объемах, не превышающих прошлогодние. В частности, Самара-Горсвет подготовила к монтажу 3428 элементов новогоднего освещения. Самарская набережная – 31, парки Самары – 34, спецремстрой «Зеленхоз» – 70 для аллей, скверов и других рекреационных площадок, находящихся на содержании и обслуживании. Но по сравнению с прошлым годом изменят схему расположения уже существующих конструкций. Предусмотрена ротация. Перемещение части световых украшений с одних объектов на другие создаст обновленный праздничный облик привычных территорий. Кроме того, появился ряд преобразившихся пространств, на которых горожанам также будет приятно увидеть новогодний декор. Все элементы устанавливают после тщательной дефектовки, ремонта и проверки. Также специалисты просят жителей бережно относиться к установленному оборудованию и любоваться иллюминацией, а не ломать конструкции, ведь они приносят радость и яркость в холодное время года. Вместе с тем напоминают, несмотря на уровни защиты электроустановок, при попытках посягательств на них оборудование может быть небезопасным. Запрещается перелезать через заборы, забираться на постаменты и фигуры. Они имеют конструктивные выступы, скользкие поверхности. Подобные советы помогут избежать травм. Пока иллюминацию включать рано, считают специалисты, но в дальнейшем она будет работать синхронно с остальным уличным освещением. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События. В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения. К середине месяца число таких заказов выросло почти в три с половиной раза по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов. Из елочных украшений чаще всего покупают шары. Самый популярный у россиян цвет – это белый. В два раза реже выбирают синие украшения, а закрывает тройку лидеров серебристый цвет. Также россияне часто покупают красные и золотистые шары. Среди популярных покупок – верхушки на елке, украшения в форме сосулек и электрические гирлянды. Природа, судьба людей, эмоции и спорт. В областной библиотеке открылась фото-выставка «Самарский взгляд. Избранное». Там можно увидеть 220 лучших работ фотохудожников из разных уголков нашей страны. Одной из первых на экспозиции побывала наша съемочная группа. Владислав Шерман с раннего детства увлекается фотографией. Еще мальчишкой снимал своих друзей и знакомых. И не задумывался о том, что хобби станет делом жизни. Сегодня его работы представлены в этом зале. Говорит, что больше всего любит снимать пейзажи и город. Локации выбирает самые разные. Вот эти вот четыре работы были сняты в Сырноводске. Пошли просто в поле. Вот шли и шли. Вдруг вот мы тыкаемся на этот ручеек, который пахнет сероводородом. И в этот момент небо распогодилось. И я сделал вот эти кадры. И я считаю, что это в тот год, наверное, один из лучших моих кадров были. Ну, поэтому я их и предложил. В областной столице открылась выставка «Самарский взгляд. Избранная». Там можно увидеть лучшие работы победителей и лауреатов фотоконкурса «Самарский взгляд» за последние 12 лет. Центральная рубрика экспозиции события включает документальную и репортажную съемки. Мы нашли фотографии разных лет. И мы увидели историю за вот эти 12 лет. С позиции времени смотришь и, в общем-то, какую-то уже можешь дать оценку и понимание. Эта выставка, наверное, все-таки для зрелых умов и людей, которые имеют какой-то жизненный опыт. Также широко представлены разделы «Люди и повседневная жизнь», «Другая реальность», «Настроение города», «Природа и спорт». Каждый из них уникален по-своему. «Я нисколько не разочарована. Действительно, выставка потрясающая. Цимы подняты абсолютно разными. От социально острых до просто прекрасных, от которых легко и светло, до работ, которые заставляют глубоко задуматься и, наверное, даже опечалиться. Работы авторов из разных уголков России можно увидеть до 26 ноября. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok